Программа выходит при поддержке фитнес-клуба World Club. Программа выходит при поддержке фитнес-клуба World Club. Программа событий Саратов в студии Татьяна Хованова. В городе в полном объеме заработала система фото-видео фиксации. Для реализации проекта подписали соглашение между областным комитетом транспорта, ГУВД Саратовской области и Почтой России. Частично система фиксации нарушений правил дорожного движения в регионе работает давно. Она уже дала результаты. За два месяца этого года вынесли 12 тысяч постановлений об административных нарушениях. Развитие такого метода наблюдения позволит повысить безопасность дорожного движения. Сегодня его презентовали журналистам. Жена Гольцова была в центре автоматической фиксации нарушений. Нарушение скоростного режима – главная причина автомобильных аварий. Об этом уже не первый год твердит статистика дорожно-транспортных происшествий. Правда, любителей погонять на саратовских улицах почему-то только прибавляется. И это несмотря на то, что за каждым из нарушителей следят не только сотрудники ГИБДД, но и камеры скрытого видеонаблюдения. В целях снижения количества правонарушений правительством области в рамках реализации мероприятий программы по обеспечению безопасности дорожного движения приняты меры по финансированию мероприятий, связанных с пересылкой почтовых отправлений нарушителям скоростного режима на основании тех документов, которые выносят органы правопорядка. Автоматическая фиксация нарушений происходит с помощью фото- и видеоустановок. Сейчас на городских магистралях их около 50. Они расположены на самых оживленных и аварийно опасных участках дороги. После того, как камера фиксирует автомобиль недобросовестного водителя, информация поступает в специальный центр. Здесь ее обрабатывают и определяют меру наказания для водителя. Сотрудники органов ГИБДД проводят анализ тех протоколов и тех снимков, которые получаются с учетом работы этой системы. И те данные, которые подпадают под действием административного законодательства, выносятся в соответствующее постановление. С начала года в центр уже поступило около 20 тысяч случаев дорожных правонарушений. В том, что каждая штрафная квитанция дошла до своего владельца, теперь нет сомнений. Новое соглашение с Почтой России – гарантия своевременной доставки уведомлений. Мы получаем в электронном виде массивы информации, эти самые штрафные квитанции. Здесь они распечатываются на этих принтерах, после чего переходят на другое оборудование, в конвертовальную машину, где конвертуется. После этого стандартным почтовым путем попадают уже получатели этих заказных писем. С приходом весны автомобильный поток на саратовских дорогах увеличился почти вдвое. А значит, камеры, фото и видеонаблюдения работают в усиленном режиме, фиксируя всех, кто не боится остаться без водительского удостоверения. Жанна Гольцова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. В Ленинском районе пытаются решить проблему задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За последний год она выросла в несколько раз. Некоторые управляющие компании не перечисляют поставщикам деньги жителей, а также растет число неплательщиков. Сегодня в администрации прошло специальное заседание по этому вопросу. В нем приняли участие представители прокуратуры, ТСЖ и судебные приставы. Репортаж Влада Черняевой. С каждым годом задолженность населения за теплоэнергоресурсы только растет. Ежедневно все больше жителей просто забывают о необходимости вовремя заплатить по счетам. А если вспоминают, то откладывают оплату до последнего. Самые злостные неплательщики, конечно, это те, кто просто не хочет платить. Даже не может, а просто не хочет. Это порядка 40% от неплательщиков. Еще порядка 40% это люди, у кого сложились временные трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг. И остальная часть населения, которые просто не способны платить в силу материального положения за коммунальные услуги. Есть еще одна причина, по которой долг за ЖКУ неотступно растет. Это недобросовестная работа самих управляющих компаний. Есть те, кто ежемесячно собирает жителей значительные суммы, однако до поставщиков эти деньги просто не доходят. К сожалению, есть у нас в том числе и нерадивые компании, которые задерживают, или же опять оплата происходит здесь по разным причинам. Задерживают, несвоевременно решают вопросы перечислений, делают, в том числе и ошибки. Вы слышали об этом. Ну а по тем, которые у нас видно, что жители платят, а компании не перечисляют. Ну здесь уже работают в правоохранительных органах, о чем сегодня было озвучено, где, возможно, будут уголовные дела. После многочисленных жалоб жителей прокуратура проверила ряд управляющих компаний и выявила серьезные нарушения. Попиющие факты хищения. Начиная от того, что покупается мебель домой, строятся доманичные, стройматериалы, денежные средства уводятся на фирмы «Отнать нефть». Пакты хищения на лицо. В настоящее время по другим компаниям ревизируют. Продолжаются три новые компании. В текущем году задолженность за энергоресурсы только по Ленинскому району составила свыше 600 миллионов рублей. Чтобы сократить долги, юридические службы используют все возможные методы борьбы с неплательщиками. Начинают простые претензии, разъяснительные работы, приглашения на беседы. Дальнейшее – это уже обращение в суд, тем, кто не исполнил претензионные письма. После получения решения суда мы уже передаем исполнительный лист службу судебных приставов. И еженедельные рейды с службы судебных приставов – это самые эффективные, дают результат. Городская власть совместно с профильными структурами делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки долги за теплоэнергоресурсы сократились. Управляющие компании поставляли в срок всю необходимую сумму поставщикам, а должники стали ответственнее относиться к оплате жилья. Влада Черняева, Шаин Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. Жители аварийных домов с трудом добивают за переселение в благоустроенные квартиры. В Саратовской области сегодня свыше тысячи таких построек, и в них проживает около 20 тысяч человек. Яркий пример – проблемная ситуация, которая уже не первый год беспокоит жителей Маркса. Дом с вековой историей на улице Пятой линии с опозданием на несколько лет признали непригодным для проживания. По закону, людям должны были сразу предоставить новые квартиры, однако произошло это только после вмешательства прокуратуры. Репортаж Жанны Гольцовой. Я хозяйкой этой хибары, можно сказать. Так называет свою законную жилплощадь. Элементарно ремонт сделать невозможно, потому что тут вот все сыпется, все такое, ничего к нему не прилипает. Жалкое подобие благоустроенной жизни. В крохотной квартире нет и намека на домашний уют. Потолок у меня тоже самый опустился, видно его тоже, что он провис. Вот, и спали так же. Борется с разрушительной силой аварийного дома. Когда сильные дожди, потолок, видите, невозможно, он протекает даже сквозь эту самую крышу. Замерзает. Уже четвертую зиму единственный источник тепла – газовая плита. Вы не боитесь газом отопливать? А что делать? А другого выхода просто не остается. В холоде тут, в куртке спать не будешь же. Боится когда-нибудь не проснуться. Утром встает, что 70 градусов давление, потому что за ночь нанюхаешься этого газа. Не одиноко в своей беде. В ветхом доме нет ни одной пустой квартиры. Семь квартир. То есть, потому что проживает там, соответственно, семь семей. Коммуникации практически никаких нет, кроме электроэнергии. Этот дом построили и ввели в эксплуатацию еще в начале прошлого века. И за все эти годы капитальный ремонт в нем не проводился ни разу. Сейчас деревянная конструкция в буквальном смысле трещит по швам. Жить здесь не только неудобно, но еще и опасно. Шедевр дореволюционного Маркса. Перекошенный от старости, право называться аварийным, получил лишь два года назад. И жильцы, которые проживали, подлежат отселению в срок до 1 сентября 2011 года. То есть, был установлен срок для отселения. Однако, к установленному времени, никаких действенных мер со стороны администрации, опять же, по отселению и расселению граждан из-за вышек на квартирном доме принято не было. История с переселением затянулась на несколько лет из-за отсутствия финансирования и бездействия местной власти. Благодаря усилиям прокуратуры ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Районную администрацию уже в судебном порядке обязали предоставить жильцам благоустроенные квартиры. Жанна Гольцова, Олег Буряков, ТВ-центр, Саратов. Благодаря федеральному проекту «Доступная среда» на оснащение объектов в социальные сферы, специальным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями в регионе потратили более 3 миллиардов рублей. Теперь пандусы, поручни, тактильные знаки есть в областных школах и больницах. А кабинеты соцучреждений постепенно оснащают самым современным оборудованием. Местные координаторы проекта накануне побывали в Пугачевском районе и убедились, как там обстоят дела с реализацией программы. Подъем надо расширять специально, да? Конечно, расширять здесь, да. Все условия для людей с ограниченными возможностями 14-й школы Пугачевского района оснащены пандусами и поручнями. Здесь предусмотрели дистанционное обучение преподавателей, проверяя задания, общаясь с учащимися по интернету. Время было сильно воздавая женщина, в лежатком детей, как дождей. Как слезы они вытирали, украли. В Севод Павловский с первого класса на дистанционном обучении. В его доме есть специально оборудованная комната. Здесь школьник ежедневно делает уроки. У мальчика гуманитарный склад ума, любимые предметы литературы и история. Ну, мне, честно говоря, удобно. Это, во-первых, комфортно. Во-вторых, в школу, когда я ходил, я часто болел, а вот теперь болеть перестал. Ну, чуть поменьше. Недалеко от школы есть оздоровительный центр и дом творчества. Оба здания полностью оснащены специальной техникой. Здесь есть тренажеры, спортивный зал и массажный кабинет. Координатор партийного проекта «Единая Россия. Единая страна» Евгений Ковалев уверен, теперь у людей с ограниченными возможностями не будет проблем с тем, чтобы попасть в социальные учреждения. И наша основная задача сегодня не только инспектировать и вести партийный контроль над реализацией инвалидных колясок и выдачей, над реализацией создания доступной среды, и также, в первую очередь, это создание равной возможности для людей с ограниченными возможностями. Районная больница оснащена по последнему слову техники. Записаться на прием можно по интернету. Людей с ограниченными возможностями полностью устраивает обслуживание. Конечно, нас сегодня интересует, как эта программа дошла до глубинки, в том числе до Пугачевского района, потому что освоено в целом за эти три года по области 1 миллиард 200 миллионов рублей. И мы сегодня посмотрели пять объектов в Пугачевском районе. Представители власти довольны тем, как оснащены социальные учреждения. В них есть все необходимое оборудование. Ранее федеральный проект охватывал всего 15 районов. В этом же году – всю область. Лайфтовый центр Саратов. Сегодня в российских епархиях отмечают День православной книги. Он приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол». В рамках праздника Покровская епархия проводит научно-практические конференции, обучающие семинары и творческие конкурсы. В Энгельской школе номер один сегодня обсуждали проблему отношений молодежи к христианским традициям и культуре. Подробности в репортаже Вероники Араповой. Из музейных архивов на школьные полки на один день редкие старопечатные издания стали экспонатами выставки, которые приурочили к научно-практической конференции. Таким образом, организаторы стараются привлечь внимание подрастающего поколения к классической литературе. Прививание любви к чтению литературы у молодого поколения, у юных – это вот задача первостепенной важности, которая сегодня стоит и перед родителями, перед обществом в целом, перед церковью. Это наша общая проблема, мы должны о ней заботиться и постараться ее решить. Главная проблема – печатный бум. По мнению епископа, несмотря на насыщенность и разнообразие ассортимента книжных магазинов, по-настоящему глубокой литературы, к сожалению, очень мало. Прежде всего, юный человек должен эти вопросы сначала задать самому себе, а потом найти на них ответы в книгах. О редких и наиболее ценных книгах рассказывают сотрудники научной библиотеки Классического университета. История фонда уникальных изданий начинается с 1919 года. Сейчас коллекция насчитывает более 50 тысяч экземпляров не только российского, но и общемирового значения. Это книги, конечно, богословки, богослужебные. Это книги о житии святых, это литература, это истории права, это сборники литературного содержания, многочисленные травмники, лечебники. Обсуждают также и проблему нравственного воспитания подрастающего поколения. Отмечают. Книга – своеобразный стержень православной культуры. Это своего рода такая попытка привлечь всех заинтересованных, неравнодушных людей, которые любят читать, которые могли бы поделиться своими знаниями, своими наработками. Это попытка собрать людей, которые любят книги, которые знают книги, и которые могут юному поколению, которые, безусловно, должны воспринять традицию нашего народа. Такую конференцию проводят впервые. Организаторы надеются, что скоро подобные семинары станут традиционными. В планах уже рабочие встречи, которые помогут найти решение проблемы. Вероника Арапова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов. Сегодня ночью в Саратов прилетела Лара Фабиан. Звезда мирового уровня выступает в эти минуты на сцене Академдрамы. Выпускница Бельгийской консерватории объехала все пять континентов, распродала свыше 12 миллионов дисков. Сейчас канадско-бельгийская поп-звезда находится в гастрольном туре по России. Наша съемочная группа встретила Лару Фабиан в местном аэропорту. Критики называют голос певицы ангельским и классифицируют как лирическое сопрано. При пении Лара использует свистковый регистр, наивысший для женщины своими манерами. Она ломает привычные стереотипы, может надеть скромное платье, использовать минимум косметики и бижутерии. Но именно в контексте минимализма еще больше выделяются истинные способности певицы. В жизни Лары Фабиан музыка занимает главное место. Репортаж о выступлении звезды в Саратове смотрите завтра в наших выпусках новостей. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова